Люди посланы дела Сколько еще точек на карте появится благодаря Надым Газпрому, как говорится, не будем загадывать. А на Медвежьем в период с 1976 по 1978 год введены в строй еще четыре установки комплексной подготовки газа – шестая, седьмая, восьмая и девятая. Сколько бы ты не был в отпуске, а как-то вот что-то вроде не хватает, вот это может первозданной чистоты, вот этой природы, вот, ну мы уже здесь отвыкли от шума городов, а в этом может есть своя прелесть. Здесь как-то люди чище открытия. Я мечтал попасть, вот где эти открытия начались, это как раз в конце 60-х годах было. Вот мне удалось это развивать, приехать сюда. Так что я в этом доволен. Мы сказали, что мы желаем, сначала это нам понятно было, что нам деньги нужны, но мы, значит, поскромничали и сказали, что нам нужно романтика и испытать себя, как все в то время говорили. В октябре 74-го прилетел на дым. В декабре уже распределили мне одну комнату, квартиру дали. Потом прибавка в семье, получил двухкомнатную, ружев, четырехкомнатную семья, пять человек, ну сейчас уже дети взрослые, дед давно. К началу 80-х годов на дым и новый Уренгой были известны всей стране. И вот новые задачи, новые перспективы. Вот где-то в ноябре месяце же надо готовиться выходить на Ямбург в эту зиму. Ну и приказом назначили меня, так сказать, руководителем этого выхода. Предстояло пройти, вернее преодолеть строго на север примерно 400 километров. Чтобы хоть как-то уменьшить проблемы и сократить расстояние, решили комплектовать санный поезд и выходить на маршрут с самого северного промысла Медвежьего. Девятки. Ну набрали где-то 40 единиц техники, где-то порядка 60 человек людей. Ну начиная от повара и кончая всех. И тихонько с девятого ГП мы двинулись. КОНЕЦ В соответствии с решениями 26-го съезда КПСС, ноябрьского пленного КПСС и речи Леонида Ильича Брежнева, в 11-й пятилетке нам поручено выход на новый крупнейший третий газовый гигант севера Ямбургское газоконсатное месторождение. Мы выходили на Дым, выходили на Уренгой. Задача, которая выйти на Ямбург, конечно, она уже выполняется, вы видели сами, и будет выполнена в сроке. Здесь мы проявляем то, что заложено в нас советским образом жизни, нашими традициями, традициями наших отцов, дедов. Мы на седьмые сутки пришли на Ямбург, на речку Нюди Монго-Той Епака. Ее выучил я сразу же, потому что, думаю, без этой Нюди не обойтись. А стране было не обойтись без прироста добычи голубого топлива за счет обустройства нового месторождения. Вот только долго не могли определиться с вопросом, что строить для газовиков – город или вахтовый поселок. Особенно, я думаю, очень важно учесть был опыт Пангот как вахтового поселка. И вот мы, реализуя опыт вахтового поселка на Ямбурге, мы, безусловно, эти ошибки учли. Значит, старались обустроить все-таки жилье в базовых городах. 1 января 1982 года с начала разработки Медвежьего было добыто 500 миллиардов кубометров газа. Весенний день 20 апреля 1982 года на Медвежьем выдался морозным, очень ветреным. Из комнат выдувало все тепло, и окна приходилось завешивать одеялами. К вечеру ветер так и не стих, и после работы строители быстро разошлись по балкам своего вагон-городка, стоявшего рядом с ГП-7. Некоторые из них жили здесь даже семьями. Кто-то готовился к отпуску, кто-то ушел в красный уголок смотреть кино. Газовики несли трудовую вахту на промысле. Жизнь шла в обычном порядке. В 22 часа 45 минут местного времени ничто не предвещало беды. Она произойдет через минуту. Ну, такой стоит рев, как будто самолет большой садится или взлетает такой. И снопы пламени, ну как, мы как зайцы убегали там. Сверху раскаленный песок цепится на голову, вот у меня голова только обожжу. Для того, чтобы обработать эти ожоги, невозможно их удержать. Делают наркоз, привязывают туда тихонечко и обрезают. Потом заматывают и назад. В 17 раз я была под наркозом. Ничего не видно, только слышно, крики дают, а людей не видно. Где же вот красно-белый туман стоит, снег, испарение что-то идет. Ничего не видно. Силуэт там где-то увидишь, бежишь туда, уже и вот это. Он куда-то в другую сторону побежал. Все бежали по снегу. Все обгоревшие, в крови. Каждый кричал. Все, кто падал, никто никого не поднимал. Вот это единственное, что я очень хорошо помню. Каждый старался только спастись. Я на второй день туда попал. Это было, конечно, просто страшно смотреть даже на эти здоровые балки. Были завязаны буквально там на узлы, как солома. И нужно было, конечно, всего этого избегать. Ценой человеческих жизней нарабатывался опыт обустройства и эксплуатации месторождения. Но время не стоит на месте, и технический прогресс шагает вперед гораздо быстрее, чем можно себе представить. И в последующем уже, когда вот на Уренгое и на Ямбурге, тогда была одна школа, уже рожденная на Медвежьем, вот именно на Дымской школе. Сегодня у газодобытчиков Ямбурга уже своя история, свои традиции, свой музей. Без прошлого не может быть будущего. Кажется, так говорят. Даже если это прошлое вспоминается с улыбкой. И вот такой значок в количестве двух тысяч экземпляров был выпущен. Но над имским горкомом партии он был тут же запрещен. Потому что здесь вместо снежинки, которую планировали покоритием Ямбурга, здесь должна была быть снежинка, появился своего рода георгиевский крест. Безусловно. Вообще, у надом Газпрома, мы говорим, медвежатники так любезно, а не так. У них особая роль здесь, в районе Украины Севера. Мы все того периода люди-медвежатники Рим Сулейманов, и Зульфар Салихов, и Рафаэль Мусин. Вот. И многое можно называть. И вот эти медвежатники, они натворили много дел хороших. Они есть первопроходцы во всем, в том числе, вот то, что вы говорите, стадия, период падающей добычи сейчас. Вот это что очень важно. Все то помнится хорошее, что когда-то начиналось в балке, в вагончике, с первого ГП, с первой установки в надым Газпроме. Все это лучшее пришло к нам сюда, в Ямбург, с добычей. Хорошее качество есть у людей. Память. Если сохраняется она от тех, кого уже нет рядом с нами, и кто не может ответить взаимностью, значит, мы живем правильно и не потеряли в себе все то ценное, человечное, что дает только Север. Север. Субтитры создавал DimaTorzok